Всем привет дорогие друзья, с вами Андрес с канала Вот Не Тот. Сегодня мы будем смотреть бой на британском среднем танке 6 уровня Кромвиль. Данный бой был сыгран на стриме вместе с вами и слим Соберней. Если вы не хотите пропускать стримы, то подпишитесь на канал и группу ВК, ссылочки в описании. ВБР был явным на моей стороне. Противники мазали, лезли по одному и удачно сливались. Бой оказался интересным. Сначала союзники продавили фланг, а потом успешно отбили базу. Я же смог взять воина и мастера. Итак, приступим. В начале боя мы с Ваней решили помочь союзникам на левом фланге, а потом ждать противников своей базы. Ну так получилось, что правый фланг у нас был полностью отдан. Там были только 3 танка и одна арта. Быстро они там с ними разобрались и мы остались только все на левом фланге. Посмотрел, что на первой и второй линии почти никого нет. Я решил проехаться немножко дальше, увидев, что там стоят два тяжелых танка 6 и 7 уровня. Black Prince и OE. После этого, ушел из-за света, я ухожу обходить их через правую сторону, играть в такие так называемые качели. То есть накидывать, я буду накидывать справа, мои союзники слева. И думаю, что это все хорошо закончится. Посмотрев еще, я никого не увидел дальше, приубедившись в том, что ничего мне не угрожает. Я выкатываюсь ближе к нашим противникам. Еще потом немножко посмотрю, есть ли на D4 всякие ПТшки, например, Е25 или Т25-2. Но никого там не оказалось. И мы увидели OE. Это очень бронированный тяжелый танк 6 уровня. Его не так сложно пробить в лоб, в борта более-менее еще можно. Объезжаю немножко дальше, чтобы не получить больше дамага. Я выезжаю и пытаюсь забрать танка, у которого меньше хп, это OE. Дальше идут со мной след противники. Противников я тут не вижу, кроме этих двух тяжей. Союзники вылетают. И тут происходит, я случайно попадаю по ванне. Может быть, если не этот фатальный выстрел, Ваня смог бы уйти, и получили бы мы по ровну дамага, и он бы выжил. Но, к сожалению, Ваня получил слишком много дамага и отправился в ангар. Ну а я отомстил за него. Вернулся ближе к своей базе, но перед этим посмотрел, есть ли ближе ко мне арта. Я там увидел М44 и гриля. А дальше, немножко правее на горке, Т-25-2. Едем, видим гриля. Пытаемся выстрелить сходу, попадаем. Дальше ожидаем сведения, выстрел, убил. Это третий фраг в копилочку. Подъезжаем немножко дальше и должны увидеть М44. Тут дальше будет немножко мой фейл. Я не смог попасть в спину М44, но потом я выправился, справился. Вот вы сейчас видите. Зажали мы арту, четвертый фраг в копилку, и получаем урон от Т-25-2. Решив, что не стоит лезть, сейчас нужно вернуться ближе к базе. Немножко посмотрев, уйдя из-за света, возвращаюсь к нашей арте, к нашей базе. Ведь там мы видим 12Т, ПЗ-34, Е-25, Т-34-1. Вот, уже сейчас начинается захват базы. Наши союзники в виде Т-43 и ФВ-201, А-45 возвращаются тоже назад. Там они видят Т-34-1. Наш КВ-2 засвечивает арту, я не знаю, как я ее не увидел. Вот, пытаюсь попасть по Т-34-1, но у меня это не получается. Ну, дальше начинаются такие... У меня 553 хп, я в хорошем состоянии. И вижу, что на меня едет АМХ-12Т. У него барабан на 6 снарядов, по 135. Пытаюсь попасть с вертухи, но это не получается. Дальше начинаем играть в качели. Ненужный выстрел получаю. Вот, дальше размен. Сейчас в 12Т минус 2 снаряда. Вот минус 3. Вот, я уже считаю, что минус 4 выстрел. Вот, сейчас промах, и перед этим он еще один, по-моему, не попал. Вот, дальше в 12Т, поиграв в качели, оставляю его на КД. Пускай за ним в погоню вокруг этого домика. Но все же я его догоняю. Дальше, увидев халявный фраг, сейчас на меня летит Е-25. Промах сейчас будет. Вот, сейчас промах. Дальше она берет на меня на таран. У меня считанные единицы здоровья. Я вижу Е-25, меня берут в полное... забирают. Вот Е-25 промахивается, я разворачиваюсь. Тут еще елка, я еще успеваю дать ей по ней один выстрел. Но она меня забирает. Наши союзники остаются 3 в 1 и успешно побеждают.